Начинаем с 21 стиха 3 главы Мы узнаем о том, как сам Бог решил эту проблему Для нас с вами, христиан, особенно для вас, которые выросли в церквях со здравым учением И сейчас учитесь в Курском юбилейском колледже Это достаточно понятно, достаточно известно Но миру вот эти вещи, о которых мы сегодня будем говорить, трудно принять Миру трудно понять, что такое благодать Знаете, да, за все нужно платить Или бесплатный сыр только где? В мышеловке Как только люди слышат о чем-то бесплатном, дарованном просто так, по благодати, по милости Сразу возникает проблема А, собственно, что с меня за это требуется? И как это может быть бесплатно? Вот о Божьей благодати мы с вами и поговорим Идея дара, идея того, что мы получаем что-то даром На самом деле очень трудно принять Подумайте о наших с вами соотечественниках, которые, ну особенно, скажем так, более старшего поколения Которые вам скажут Я даром за свою жизнь ничего не получал Я все вот этими руками заработал и заработала И вы начинаете говорить о спасении, которое дается даром И человек не понимает вообще, как это так бывает Почему это, как это может быть Вот, но это относится не только к нашим соотечественникам Это общечеловеческая проблема Некоторые времена назад мне довернулось читать В организационный буклет, который выпускают мормоны Знаете, какие мормоны, да? И вот там рассказывается история, которая меня просто поразила Я начал читать, когда я начал читать эту историю Я думал, ну прямо христианский буклет Но в определенный момент, ну все стало ясно Все встало на свои места Значит, там говорится о следующей ситуации Вот представьте себе Что вы какому-то другому человеку задолжали большую сумму денег И вы понимаете, что вы уже не можете отдать эти деньги Тем более с процентами, которые по этому долгу набежали И вот к вам приходит человек, который одолжил вам эти деньги И говорит, возвращай долг Я не могу Возвращай прямо сейчас Он говорит, нет, я не могу, мне нечего возвращать Я все, я не могу расплатиться Ну тогда ты пойдешь в тюрьму на всю жизнь Говорит он вам А вам, естественно, в тюрьму не хочется Потому что у вас семья, дети И вообще просто куда-нибудь неинтересно И тут в этот самый момент появляется Христос И Христос обращается к должнику Развините, обращается к взаимодавцу И говорит, я верну его долг сполна И он дает все деньги вместе с процентами Которые вы задолжали И вы падаете перед Христом на колени И говорите, Господи, спасибо тебе за то, что ты для меня сделал И Христос говорит Ты доволен тем, что я для тебя сделал Да, конечно Ты считаешь, что я проявил тебе милость Да, разумеется Ты любишь меня, говорит Христос Да, конечно, очень люблю И Христос говорит Встань с колен Я во благодати тебе это даровал И вот теперь на протяжении всей своей жизни Ты будешь отдавать мне этот долг И вот концовочка Блестящая на самом деле Потому что, ну какая же благодать Что сделал Христос? Он просто дал заем, растянутый на всю жизнь То есть он фактически выступил В роли человека, для того, кто дает займы Вот Но он нет И он, в общем-то, мало чем отличается от того человека От первого, да Единственное, что Первый требовал прямо сейчас Если не отдашься в тюрьму А второй говорит Да, я понимаю, что это много денег Но за всю жизнь ты расплатишься И предполагается, что да Мы за это должны быть Богу Вообще невероятно благодарны За то, что у нас потом будет вся возможность Всю жизнь расплачиваться со Христом Смотрите, какая вещь Учение о благодати Ну, небольшая перемена Небольшое изменение Чуть-чуть отойти от истины И это учение совершенно другим станет Уже благодать превратится во что-то другое А человеку, на самом деле, конечно, гораздо проще Принять учение Принять вариант, в котором Вот мы чем-то как-то выплачиваем Будь это дела Будь это служение Нам это приятнее И вот на протяжении следующих глав Третья, четвертая и пятая глава Апостол Павел будет говорить О оправдании, которое мы получаем даром Будет говорить о том, как оно нам дается Будет приводить нам ветхозаветные примеры Помните, будет пример Авраама Пример Давида И будет объяснять нам, как строится жизнь человека Как строится жизнь христианина Получившего такой дар Такой подарок И, как и раньше, мы с вами будем Эту часть Священного Писания Анализировать, разделяя ее на несколько частей Вот для всего этого фрагмента С третьей главы, двадцать первого стиха По пятую главу, одиннадцатый стих Я бы предложил вам Такой заголовок Оправдание Божией праведности Оправдание Божьей праведностью И здесь нужно понять еще вот какую вещь Мы перейдем к этим стихам Я думаю, уже после перерыва Потому что, ну, чтобы потом не разбивать Не разделять объяснение Нужно понять вот какую вещь И она очень важна для понимания вообще послания Существует Оправдание Юридическое И оправдание Фактическое Точно так же, как Освящение Юридическое И освящение Фактическое Что это значит? По поводу оправдания Неоднократно в Священном Писании Используется слово Вменяется Божья праведность Нам Вменяется Или Записывается На наш счет Мы Оправданы Не потому, что Мы резко вдруг Изменились А потому, что Бог Даровал нам Свою праведность Ну Не знаю Если бы кому-нибудь Как бы кому-нибудь из нас Абрамович Подарил Несколько миллионов Просто записал На наш счет И все Давайте решим Да Давайте решим Ну можно всем Я не хочу это решать Потому, что Это шкор неубитого медведя Да и убивать Его не собирается Вот А Мы с вами Не изменились бы Сразу Мы бы Могли Некоторое время Даже об этом Может быть не знать Но деньги Были бы у нас На счету Я предполагаю Что потом Мы бы конечно Изменились Со временем Но сначала Это просто Было бы записано Нам Оправдание Было просто Или скажем так В данном случае Эти деньги Были бы даны нам Так же получается И здесь Господь Записывает Праведность И записывает Святость На наш счет Это юридическое Действие И вот этот Юридический аспект Для западного Богословия Для западного Понимания Священного Писания Как раз Очень-очень характерен Если вы почитаете Произведение Андрея Кураева Дьяхана Андрея Кураева Он выступает против Этого аспекта Он считает его Недопустимым Но В Священном Писании Я думаю Этот аспект Действительно Имеет место Господь Господь Совершает Оправдание Как юридический акт То есть Он записывает Праведность На наш счет Он провозглашает Провозглашает Нас Праведными Аналогичный пример Еще Можно привести Это пример Допустим Помилования Спасибо Человек Должен Находиться В тюрьме Какое-то время Но он получает Помилование Раньше срока И Это помилование Это решение Просто записывается На его счет Это происходит Не обязательно Потому что В нем что-то изменилось Но вот просто Так решено Он помилован Раньше срока То есть Оправдание Это и юридическое действие И Потом уже Со временем Практическое действие Также Освящение Это и юридическое действие Божья праведность Записывается На наш счет Бог Принимает Провозглашает Нас праведными Бог считает Нас праведными И Соответственно И практически Мы Возрастаем В Божьей праведности Постепенно Значит Маленький Жизненный пример Перед перерывом Чтобы стало понятно О чем Я говорю Это работает На самом деле И в человеческих отношениях Тоже Вот Представьте себе Что вы видите Совершенно незнакомого человека И Вопрос Практически Ничего не знаю О нем Как вы к нему Относитесь Вы Заранее Считаете его Негодяем Который вас Обманет Или Вы Считаете его Человекам Достойным Доверия Вот Обычно Не так Не так Но Допустим В виде другого Христианина Если вы знаете Что это Христианин Скорее всего Второй вариант Вряд ли вы будете Считать христианин Негодяем Или вряд ли вы будете считать христианина нейтральным. Если вы знаете, что он христианин, то, совершенно не зная его, вы воспринимаете его как человека, которому можно доверять. Более того, если вдруг вы видите какую-то проблему, вы сначала пытаетесь объяснить, может быть, я чего-то не заметил, может быть, я чего-то не понял, может быть, это объясняется как-то иначе. Вот Бог через праведность Иисуса Христа смотрит на нас, как на праведных. Но эта праведность не наша, а праведность Иисуса Христа. И тут достаточно тонкий вопрос. Понимаете, с одной стороны, мы по природе свои грешны. И есть песня известная «Ах, я грешник бедный». Но с другой стороны, Бог смотрит на нас, как на праведных, праведностью Иисуса Христа. Как на оправданных Его правдой. И мы подходим к вопросу о том, кто вообще мы такие, как мы относимся к себе, как Бог относится к нам, и дальше, как мы относимся к другим людям также. А тут есть две крайности. Одна крайность – это постоянно подчеркивать, что я грешник, и все время бить себя в грудь. И порой это называют смирением. Но если это происходит постоянно, то возникает вопрос, действительно ли это смирение. Или человек гордится тем, что «А вот я более грешен, чем все они, поэтому Бог меня более оправдывает». Но это уже не смирение, это получается гордыня, когда мы доводим вот это ощущение собственной грешности или собственной греховности до предела. С другой стороны, есть и другая крайность, когда человек постоянно говорит «Я праведен, я праведен, я праведен, я чадо Божие». И это тоже крайность, потому что в Священном Писании есть и то, и другое. Так вот, в первых трех главах, до 20 стиха 3 главы, мы узнали, что по природе, нашей греховной природе, без Бога мы грешны. И грешны бесповоротно. Начиная с 20 стиха 3 главы, с 21 стиха 3 главы, мы будем узнавать, что по новой природе мы оправданы. Праведность Иисуса Христа, Бог воспринимает нас как оправданных. И это на самом деле очень важная истина для каждого из нас, когда вы будете заниматься и душепопечительством тоже. Как вы относитесь к людям? Понимаете, светские ученые часто говорят о том, что человек по природе хорош, все в нем нормально. Просто есть какие-то небольшие проблемы, которые надо исправить, которые надо как-то преодолеть. И тогда человек обретет равновесие, обретет спокойствие, обретет гармонию. И это не так. Священное Писание утверждает, что да, человек изначально по природе добр, хорош, но после грехопадения природа наша изменилась. И теперь каждый из нас по природе греховный. Греховный, вы грешные люди, грех живет у нас. Но дальше правильностью Христовой мы получаем оправдание. Правильность Христова оказывается сильнее нашего греха. И вот фундаментальнейший вопрос наших взаимоотношений, отношения к себе, отношения к другим людям. Могу ли я просить, простить, если я совершил, простить себя, если я совершил какое-то преступление, если я совершил грех? Да, Бог прощает меня. Бог оправдывает меня своей праведностью. И я могу прийти к Богу, Он простит меня. Мне не нужно постоянно бить себя в грудь и говорить, что прощения нет. А стратегия сатаны по отношению к верующему человеку обычно состоит как раз в том, чтобы нас опустить. Вот какой-то нехороший, какой-то негодяй, нет тебе никакого прощения. А Бог это прощение дает. Кстати, стратегия сатаны по отношению к неверующему человеку часто противоположна. Ну вот, у тебя и так все нормально, ты без Бога проживешь. А зачем тебе вообще заморачиваться по этому поводу? Вот, Бог никого не хочет, как сейчас говорят, опускать. Вот поэтому нам выдана правильность от Иисуса Христа. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинари. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok